об очередной бусинке то есть каждый год на эту веревочку нанизывается еще одна бусинка в прошлом году была бусинка Министерства наук и образования но не пошло мы не успели столько было вопросов, что мы не успели разобрать Министерство образования и в этом году не было а я бусинку сюда ставлю сегодня итак, тема такая сегодняшней нашей лекции, основной это этика государственного и муниципального служащего этика государственного и муниципального служащего этика святого человека этика государственного и муниципального служащего я преподаю в режиме сократического диалога Поясню, что это такое. Это значит, есть аристотельский метод, есть платоновский метод. Я работаю в платоновском методе. Идея такая, вы все уже знаете. И моя задача сделать так, чтобы вы вспомнили. Ваша душа была в мире идей, вы все знаете. Вы знаете, что ваша душа была и там. И вы сейчас вспомните то, что вы думаете, что ее знаете. Я сделаю такую атмосферу жестокую, в которой вы вспомните то, что не знали. То же самое с этикой. Потому что этика очень трудный вопрос. Очень важный вопрос. Чуть попозже я лекцию проведу. Сейчас мы проведем небольшой тренинг по поводу этики. Я прошу на листочках у себя записать то, что вы видите. Это этично или нет? Этично, неэтично. Я прошу записать себе листочек. В течение 30 секунд. Этично, неэтично. Есть кто-нибудь? Сфотографируйте, пожалуйста. Я еще ни разу, да, не залазил. Я расстоял, но не залазил. Я Роман Гривниченко, вот, в речке, просите. Поднимите, пожалуйста, руку, кто не смог записать одно из двух слов. Этично, неэтично. Поднимите руку, кто записал. Одно из двух слов. Этично или нет. Спасибо. Теперь я прошу вас дополнить, и это называется тезис, дополнить аргументом. Этично, потому что. Неэтично, потому что. Одним коротким предложением. Этично, потому что. Неэтично, потому что. Дополните аргументом. 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 Продолжение следует... 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 Так-то она есть. Да, Рита. Нет, я... Я так забываю. Ну, это... Нет, еще кто-нибудь. Еще кто-нибудь. Это люди все. Они все с вами понимают. Подобите руку, кто может сказать возражение Риты на ваше возражение. Подобите руку, кто может. Выберите из тех, кто хочет. Ну, пусть я хотела. Здорово. Я вот, конечно, мне понравился ответ на... Кому интересно, что вам понравилось или не понравилось? Можно, а вы неинтересно. Мне интересно. Я руководитель. Я вот хотя. Для разных... Не буду смотреть. Вы понимаете ее позицию? Я ее позицию понимаю. А завышки. Все. Ничего с выводом. Ее позиция такова, что у нас есть свобода выбора, и преподаватель может находиться в абсолютно любой позе, в которой он пожелает на данном занятии. Да, на преподаватель вы, и ваша поза... Помните, как на это он возразил, как Вадим? Как Вадим возразил на эту ее позицию. Помните? Да. Что он сказал? Что это неуместно. Как Рита возразила? Рита ответила, что для нее это уместно. Рита ответила, что для нее это не мешает подаче информации, которую вы нам даете. Это для нее уместная поза. Это корректно? Да. Вы понимаете ее? Вы согласны? Что не так? Ну, я не согласен с этой, то есть, ну, как вам сказать... С мнением, то есть, со своей точки зрения не согласны, то, что может быть любое мнение, то есть, и имеет право на любое мнение. Посмотрите, адвокат встает и говорит, нет, он не педофил, но это всего лишь мое мнение. Это всего лишь мое мнение, и все. Ну, правда. Как вы думаете, для юриста это нормалек? Юрист должен так произнести речь, чтобы тебе сказали, он любит детей, ну, и так далее. То есть, чтобы всех убедить, вы должны проговорить, вы не должны сказать, ну, это мое мнение, она что хочет, то и пусть и думает, а я хочу, то и я думаю. Вы вышли в публичное пространство. Сейчас публику, камера вас не снимает. Вы вышли в пространство, вы должны людей убеждать. Это задача, это одна из компетенций, которые я у вас рассыпаю. Умение убеждать. Вы не согласны с ее позицией. Вы можете убедить людей, что она огородит ерунду? Можно прийти в любую позу, как я еще раз говорил, но она не всегда будет уместна. Может, у вас есть аргументация, что вот эта поза сидеть на столе неправильно в обществе? Аргумент. То, что это общественные устои. Таковы, что неуместно сидеть на стуле. Есть этика и устав. Да, устав его адвокат. Да, вот правозакат. Я его помощник. Еще есть у нас национальности разные. И, например, в разных национальностях по-разному. Если у нас, например, принято у русских сидеть там так, это нормально. А у некоторых национальностях это не принято. Это будет убежать, но уже такая бы проблема возникать. Это уже российизм. Знаете, один философ сказал, уже в 14 лет она научилась молчать. Вам сколько лет? Вы понимаете, что есть контексты, в которых уместно молчать? Понимаете? А есть контексты, в которых неуместно молчать. Вот сейчас, вот ваша речь была уместной или неуместной? Я думаю, что уместной, потому что я поддерживала своего коллегу. То есть ваш спич, мега-спич, был уместен? Считаете? Правильно понимаю? Вы удивитесь, если я сейчас спрошу аудиторию, и она с вами не согласится? Ну, в принципе, нет. То есть вы знаете, что это было неуместно с позиции аудитории? Не знаю, вы же не спросили еще. Скажите, как вы думаете, как аудитория проголосует? Я думаю, что она, несомненно, проголосует, что это было уместно. Я поддерживала свою коллегу. Сейчас, сейчас, сейчас. Итак, я прошу очень серьезно отнестись к этой ситуации, потому что здесь идет речь о том, как человек думает, как он выглядит, и как он реально выглядит. Человек может ошибаться, а может не ошибаться. Я прошу не врать. Прямо сказать ей то, чтобы она знала, на будущее, что то, что она делает хорошо, делай дальше. Потому что она и дальше будет так делать. Или то, что ты делаешь, не совсем хорошо. И так делать лучше не уместно. Итак, кто считает, что ее речь была уместной? Прошу поднять руки. Один человек считает, что уместная. Поднимите, пожалуйста, руку. Кто считает, что ее речь была неуместной? Спасибо. Отсетит мне. Поднимите. Вы понимаете, что это игра? Я как зашёл, я играю с вами уже час, полтора часа. А я серьёзно воспринимаю, я не играю. Знаете, что такое игра? Знаете, что такое игра? Да я поняла. Игра – это как дом, тут нет рисков. Вы с ними, может, никогда больше не увидитесь. Но зато они дали вам информацию. Вы можете сказать, да фигня это всё, они всех разлыли, они просто не верят. А можете воспринять это, что реально что-то не так делаешь. То есть это ваш выбор. Вы можете воспринять, а может быть. Итак, уместно, неуместно. Вы возразили… Подождите, пожалуйста, друг, кто помнит, как он возразил? Мы работаем с памятью ещё, прокачиваем память. Кто помнит, как он возразил на возражении… Да, правда. Ну, аргумент был такой, что просто неуместно. Но я услышал только это. На самом деле, если отбросить всё в воду, то это просто неуместно. Ну, видите, он не согласен. Да. Ну, что это неуместно, это дополнение к этому, что это подрывает нравственные моральные истории, принятые в обществе. Вроде всё, по-моему. Он сослался на социум, на общество. Что он говорит? Посмотрите. Ну, так не делают. То есть, есть всё-таки моральные… То есть, детей воспитывают с детства, что садиться на стол нельзя в публичном месте. Думает, что хочешь делать. Ну, я так условно. Ну, посмотрите, вы что, вы ещё не знаете? Вас родители разве не учили? Думает он. Это неуместно. Он видит препода на столе и думает, как-то это не так. Он же не дома. Ну, я так… Я правильно понял? В принципе, да. Меня смущает в принципе. Нет, ну, это с ваших слов правильно. Нет, это ваш или нет? Ну, это была ваша идея там есть? Да, конечно. Хорошо. Я прошу аудиторию поделиться. Мы приходим голосовать. Позиция… Прошу ещё раз озвучить вашу позицию. Зачитать. То, что это неуместно. А… А… Неуместно. Давайте там… Значит, там ключевой концепт был уместно-неуместно. Рита, я правильно понимаю, что вы считаете, что это уместно? Да. Вы считаете, что это неуместно. Да. Итак, позиция уместна, позиция неуместна. Кто сейчас выигрывает, получает индуинвульгенцию и может уходить. А я прошу проголосовать. Уместно-неуместно. Преподу, хорошему преподавателю находиться на этом столе. Да. Извините. Да. Еще раз индуинвульгенция. Посмотрите, что это уже. Я в куплете. Ну, значит, кто сейчас выиграет, за кого большинство проголосуют, тот получит индуинвульгенцию. Ясно. Скотюха. Что хотите? Ну, было озвучили, собственно, проголосовать. Сейчас. Не спешите. Сейчас у нас все время. Поднимите руку, кто считает, что... Так, ваша была первая позиция. Что уместно. Что уместно. Один. Это вы будете голосовать за свою позицию? Да, конечно. Можно тогда? Вы же не идиоты. Один. Два. Три. Ну, идиоты на стоящей стороне. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Пять. Поднимите руку, кто считает, что это неуместно. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Поднимите руку, кто не голосовал. Почему? Ну, я вообще считаю, что... Кому важно, что мы считаем. Надо выбрать одно из двух. Зачем вы спросили? Чтобы решить мою проблему. Почему вы... Чуть не сказал, выпендриваетесь. Чуть вы... Почему вы не можете сказать, уместные люди? Погонусы зачем? Просто задание что-то... Просто я тут пришел и вас учу. Пусть будет неуместно. Пусть будет неуместно. Пусть неуместно. Значит, сколько мы стучим? Давайте ногой мать. Еще раз. Поднимите, пожалуйста, руку, кто считает... Может, сейчас обменяется. Что уместно. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Поднимите руку, кто считает, что это неуместно. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Итак, с разгромным счетом, аудитория выяснила, что преподаватель Мельниченко Роман Григорьевич неэтично вел себя в ходе первого в их жизни занятия по дисциплине государственной муниципальной службы. До встречи через три дня. Диавра, везде. Один. Девять. Представьте. Я говорю, что ли вы не понимаете, что происходит? Девять. 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 Продолжение следует. Девять.